Всем привет! Это канал Про Цветок, на котором мы рассказываем про уход за растениями и за садом, а также помогаем вырастить здоровый и богатый урожай. Меня зовут Дмитрий и, как всегда в наших роликах, я хочу поделиться с вами опытом ухода за растениями, а также рассказать про различные удобрения и биопрепараты. И сегодня тема нашего ролика – азотные удобрения. Я расскажу о том, как их правильно применять в саду и огороде, чтобы не было различных проблем для здоровья и для растений. Азот является одним из трех основных элементов питания. Он необходим растениям для нормального роста и развития, ведь без азота это попросту невозможно. Чаще всего недостаток азота возникает ранней весной, на начальных стадиях развития растения. Побеги и стебли вырастают тонкими, листья вырастают мелкими и бледными. Недостаток азота можно определить чаще всего по нижним листьям. Они начинают желтеть, причем желтеют как жилки, так и межилковое пространство. Листья затем могут увядать и даже осыпаться. И все растение выглядит попросту гнетенным, а значит и впоследствии дает скудный урожай. Чтобы не допустить вот такого гнетенного состояния растений, и используют азотные удобрения. Их вносят как под перекопку, так и используют для подкормки растений. Обрабатывают водными растворами азотных удобрений. Также растения и по листу делают внекорневые подкормки. Давайте же разберемся, какие виды азотных удобрений существуют, и как их правильно применять, в какие периоды их нужно применять. Азотные удобрения бывают в различных формах. Первая форма это нитратные удобрения. К данным удобрениям относятся различные селитры. Это и калевая селитра, и кальцевая селитра, и другие виды селитр. Следующая форма это аммонийные удобрения. К этим удобрениям относятся амафоска и сульфат аммония. Следующая, третья группа это амидные удобрения. Это в первую очередь карбамид, или как его еще называют, мочевина. И есть еще четвертая группа. Это аммонийно-нитратные удобрения. К данному виду удобрений относятся всем известные аммиачные селитры. А сейчас давайте по порядку, какое удобрение и как применять. Первая форма это нитратные удобрения. Всем известные селитры. Такие удобрения лучше применять для подкормки растений, когда растениям срочно нужен азот для активного роста. Нитратные удобрения усваиваются при высокой температуре. Вот этот момент нужно учитывать при подкормках. Когда мы подкармливаем нитратными удобрениями растения, например, мы используем ту же калиевую селитру, либо кальциевую магнию, одновременно с подкормкой азотом растения в лучшей степени усваивают, соответственно, очень хорошо тот же кальций, калий, либо магний. Поэтому такая подкормка будет сказываться благоприятно на росте и развитии растений. Также нужно учитывать, что такие удобрения следует применять в весенне-летний период, но ни в коем случае не вносить их под перекопку осенью, потому что удобрения в нитратной форме будут поступать с грунтовыми водами в глубокие слоя почвы и загрязнять грунтовые воды, отравлять наши колодцы и скважины. Поэтому их применяем только для подкормки в весенне-летний период, но никак уж не вносим осенью под перекопку. Следующая форма – это аммонийное удобрение. Ну, например, всем известная аммофоска. Такие удобрения лучше всего вносить под перекопку в весенний период. Ведь азот с данных удобрений усваивается растениями постепенно. Именно поэтому его и нужно вносить заблаговременно в почву, чтобы затем растения могли его в полной мере усваивать, а значит и развиваться, хорошо наращивать зеленую массу и впоследствии давать урожай. Далее идет у нас третья форма – амидная форма. Это всем известный карбамид, мочевина. Когда же мы применяем данное удобрение? Данное удобрение мы опять же применяем под перекопку. Весной, когда мы подготавливаем грядку, мы вносим это удобрение. Карбамид достаточно быстро усваивается растениями. И, как правило, карбамид можно еще применять для внекорневых подкормок, когда растению очень срочно нужен азот. Вот именно при острой нехватке азотного питания мы будем проводить подкормку внекорневую по листу раствором данного удобрения. Так что учитывайте этот момент. Обязательно используйте такое удобрение для внекорневых подкормок. Оно лучше всего подходит для этих целей. Следующая форма – это аммонийно-нитратная. Как я и говорил, к этой форме относятся такое удобрение, как аммиачная селитра. В этом удобрении две формы. Если брать первую форму, нитратную, то она достаточно быстро усваивается растением. А есть еще вторая форма – аммонийная, которая более медленнее усваивается растением. Подкормку аммиачной селитрой лучше всего производить ранней весной, когда почва еще не прогретая, и растения не могут в полной мере усваивать необходимый азот. Лучше всего подкармливать раствором, либо вносить в сухом виде аммиачную селитру под такие культуры, как лук, чеснок, либо клубника. Потому что весной еще почва не прогретая, а эти растения вступают в вегетацию достаточно рано. И им уже на ранних стадиях требуется азот для роста. Поэтому смело используйте вот это удобрение ранней весной, вносите его в почву. И самое главное, что не забывайте всегда заделывать удобрения в почву, если вы их используете в сухом виде. Если разбросать азотное удобрение просто по поверхности почвы, то, естественно, большая часть азота попросту улетучится. Если же вы используете водные растворы, то, конечно, такой проблемы не будет. Удобрение вместе с водой пропитается в глубокие слоя, и корни растений будут усваивать необходимый азот, а значит и будут развиваться. Также не забывайте, что различные азотные удобрения нужно вносить только во влажную почву. Если почва у вас в огороде сухая, то, конечно же, подкармливать растения нельзя. Нужно вначале увлажнить почву, пропитать весь земляной ком, и только затем использовать для подкормки различные азотные удобрения. Стоит отметить, что азот есть не только в синтезированных удобрениях, но он присутствует также и в органических удобрениях. Это различные компосты, это различные бродиловки, куриный помет, навоз крупного рогатого скота, кроличий навоз и так далее. Там также много азота. Но при использовании органических удобрений также есть определенные моменты. Так же, как и синтезированные удобрения, при избытке внесения органических удобрений может происходить загрязнение почвы. Могут накапливаться нитраты в урожае. Поэтому также будьте внимательными при внесении натуральных органических удобрений. Лучше всего использовать органические удобрения уже в прелом виде, когда навоз полежит в куче, перегорит, перепреет. И в этом случае, конечно, уже нитратов там так много не будет. Еще одно правило. Вносить органические удобрения, будь то компост, навоз, либо куриный помет, лучше всего весной, чтобы растения уже в полной мере могли потреблять из почвы сразу же азот. И если использовать такие удобрения в свежем виде и вносить их осенью, то естественно будет опять же загрязнение грунтовых вод. Нитраты попадут в почву, вымоются в глубокие слои почвы, попадут в грунтовые воды, и опять же будет их загрязнение. Поэтому используйте органические удобрения в весенний период. Не стоит бояться применять различные синтетические азотные удобрения. И не стоит отказываться от органических удобрений. Если вы приверженец лишь органического зимнедели, то конечно же синтетические удобрения азотные не стоит применять. Ведь цель получить максимально здоровый урожай. Но если вы хотите вырастить просто урожай, не навредить здоровью, то достаточно соблюдать нормы внесения удобрений. Вносить их в определенные сроки и с определенными целями. Если вы будете соблюдать нормы, то не будет никаких проблем ни с урожаем, ни с загрязнением, и не будет никакого вреда здоровью. Поэтому правильно применяйте у себя в саду и огороде азотные удобрения, и у вас всегда будет гарантирован урожай. Спасибо за внимание и до новых встреч!